Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 851. События дня. 1 Коринфя 15.17. А если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. 1 Коринфя. Наталья Усатая. Да, они живут все сплоченно, ни в коем случае с мусульманами или их дети. А они знают, это грех за иноверство ходить. И многое из канонов, о чем говорит Игнатий Тихонович, я слышал только от них. Вот видишь, как все больше находят подтверждения. А это что такое? У них бывают случаи, хотят разводиться. Так все женщины-мужчины соберутся и мозги вправят и сохранят брак. Евтушенко Сергей. Жернова совка. Это СССР и казнь русского народа за грехи. Наталья. Я говорила пару слов со священником, но он как-то к московскому патриархату не очень. В его лице я увидела недоброжелательность. Сергей. Сейчас в России это болезнь. Почти все разводятся. 82%. Наталья. Не было времени поговорить побольше, но как будет случай, то я постараюсь побольше с ним поговорить. Виталий Калиников. Катастрофа семьи. Запиши на диктофон. Наталья. У них развод строго. Для них таинство, венчание очень серьезно. Это не шутки. Неси крест до конца. Сергей. Они похожи на верующих. А у нас все можно. А если что, то 40 дней Акапис можно посчитать и свободен. Вот и досчитались. Прости, Господи. Наталья. ЗАГС для них ничто, а венчание – это, что Господь сосчитал, того не расторгать. Благодаря им мне хорошо и муж перебисится и перестанет. Сергей. Игнатий Тихонович правильно сказал, что мусульмане нас убивать будут. Вы не скажете, что вы люди, Писания. Вот захватывает. Так как они нас даже слушать не будут, смотря на нашу жизнь. У нас должны только после ЗАГСа венчать-то, чтобы не играли венчанием-то и понимали серьезность этого поступка-то. А на деле венчают как попало. Да и раз люди-то неверующие, разве они будут держаться за венчание? Они пойдут в другой храм, где их никто не знает, и там обвенчаются безозрения совести для красоты. Наталья. Они ближе к Евангелию, особенно когда за трапезой сидят, и мои слова из Евангелия только поддерживают. Но тут мне надо больше арамейский, а не арабский. Дети моих детей любят и играют вместе. Такие смешные, когда Христос объединяет, это радостно видеть. А дети пять слов на арабском, потом на русском, потом на немецком. И так смешно и интересно наблюдать. Евтушенко, Сергей. Храмов много, людей тоже. Никто никого не знает и не записывает. Почти нигде. Так что все на совести самого человека. Радость. Господь вам-то какую посылает-то? Утешение прямо. Наталья. У них, если муж не верующий, а полюбил девицу, то документально пишет, что не сопротивляется и не будет препятствовать воспитанию детей по-христиански. Если он мусульманин, такие браки есть, но редко. Сергей. А реальную юридическую силу это имеет? Или хоть какую-то силу-то? Я имею в виду, женщина, какую он какую-то защиту может получить? Наталья. Да, это все юридически оформляется, как перед законом, так и перед церковью. Сергей. Раз он не верующий, церковь-то ему не указ. А вот закон, если защищает, это уж что-то. А то мало ли, ему без-то бребро ткнет, а он восстанет против жены-то. И она себя и защитить уже не сможет. Наталья. Весь закон на стороне женщины. Если муж попался лицемерто, то ему просто разорвут его. И у него не будет выбора, будет как по струнке ходить. Евтушенко. Сергей. Это здорово, конечно. Наталья усатая. Просто рот девицы не допустит. Сам отец девицы и братья надерут ему ремнем и сидеть не сможет. За это им респект и уважение. Они ценят жен своих очень. Вы знаете, как в сирийской этой армии, кто не слушается, новенькие их всех по стопе ноги бьют железными прутьями в течение пяти минут. Сделают мужика. Моего мужа, дядя, он военный, всыпал ему, так он на всю жизнь помнит. И всех, кого я знаю, все получали в армии. Это, Виталий, нормально. Но, Наталья, армия с подкаблучникой сделает мужчину. А я так думаю, почему не больно, когда они между собой-то дерутся прутьями, это искалкой бьют. Десять я одного удара не выдержу. Евтушенко. Сергей. Сильные родовые связи помогают и веру сохранять. А мы, Ивана, непомнящие родства, все нас запад глядели всю жизнь, а Христа и отцов оставили. Наталья. Спрашиваю, а почему на ноге пальцы все кривые? Так это в армии, за непослушание их крутили. Смешно. Так мало крутили. Сергей. Что-то я пальцы в носках шерстяных сжал под столом. Ой-ой-ой. Наталья. А я помню все свое российское детство и школу, да только Бога не знал и родители ни слова. Рассмешили, Сергей. Вообще-то хорошо общаться с разными национальностями. Интересно, как народы живут, воспитывают и лечат. Сергей. Да вот поэтому-то и спрашиваем вас, так сказать, из первых уст другого конца света. Наталья Усатая. Что мне нравится у Востока, всех, кого знают, а подъем в 5-6 утра. Все, кто не встал, тот на завтрак опоздал. То есть не кормят. Сергей. У нас это отмерло. Раньше даже у меня в семье, когда был ребенком, есть, садились, всегда все вместе. Деда, родители, дети. По звонку, как говорится. Кто не успел, тот опоздал. Да еще и ложкой дед в лоб заедет. Вставали рано, когда родители уходили на работу. Сейчас-то совершенно другая культура в России. Наталья. Запад переселился в Россию, это плохо. Поэтому лучше в деревне жить, а не в городе. Сергей. Вы знаете, в деревне тоже сейчас свои проблемы. Я там прожил 17 лет. Нужно еще деревню хорошую найти-то. А то хуже города будет в разы. Виталий. Российская деревня это весело весьма. Наталья Усатая. У меня отец был строгий, меня больше всех бил колчугановым ремнем-то. А почему? Не объясняла. Это плохо. Наталья. Так их столько много, и ни одной семьи нет. Надо, кто хочет, для спасения души и воспитания, дружно одной семьей, как ассирийцы и христиане, друг другу помогать и обстраиваться. А один что сделаешь-то? Ничего. Сергей. Убили семью в России в 1917 году. Сейчас уже не вернуть просто так ничего. Только один путь через Слово Божие ко Господу Иисусу Христу. А он уже все устроит как надо. Никто сейчас благословения на брак не попросит. И родителей не послушает в этом вопросе. А это так важно. Дети отделяются и уходят. А родители живут одни, изредка встречаются, внуков понянщить. Хорошо, если деньгами друг другу помогут. А так живут, как чужие люди. Наталья. Мы в деревне жили, все свое было. Это и что в огороде нам хватало, еще другим продавали. А родители, что зарабатывали, это только так, на обувь. И что в школе. Мы жили-то очень хорошо. А до сих пор я общаюсь с людьми, которыми выросло. Так и живут. Ничего не изменилось. Мы жили в Хабаровске на поезде. Три с половиной часа. У нас нету, как у арамейцев-то. Один за всех и все за одного. Каждый сам по себе в русских. Сергей Птушенко. Я тоже вырос в деревне. Далеко, кстати, от Потеряевки. Но у нас много чего поменялось. Землю скупают крупные сельхозкомпании. А людей, по сути, выгоняют. На их место завозят таркоманов, бомжей, преступников бывших. Чтобы те работали за копейки. Преступность, понятное дело, растет. И людям нормальным ничего не остается, как просто бежать оттуда. И все бегут в город. Наталья. Так и мы бежали от алкоголиков-то и так далее. Сергей. Еще дело в том, что государство выделяет огромные субсидии на развитие сельского хозяйства. Владельцы земли их получают. Но при этом сельхоз там не существует чисто, условно. Им-то работники особо и не нужны. Скорее наоборот. Выгнать всех людей, кто будет возмущаться. Почему коров-то нет в деревне-то? А десятки и сотни миллионов рублей на них поступают. Наталья. Это все знаю еще с 1999 года. Сами свою нацию убивают. Евтушенко Сергей. Так они ее своей не считают. Это же граждане мира. Захотел, уехал в Австралию и живи там. Как говорится, раньше я любил лето. А сейчас люблю деньги. Потому что за деньги в любое время года можно устроить себе лето. Наталья. Я поняла, в жизни одно от себя не убежишь. От самой. Своё я везде тебя догонит и задушит. А от него только Христос избавить может. Так что куда ни бегай, одно и то же, и конец, последний день перед смертью. Сергей. Это точно. Главное понять, что хочет от меня Христос. И не заменять эту истину своим. Я хочу, не хочу. Елена. Можно вклиниться с вопросом. Ефтушенко-то. А где вы жили? Рядом с Потеряевкой, говорите? Любопытно просто. Наталья. Истина так. Только Христос и со Христом везде хорошо. Ефтушенко Сергей. Примерно в 50 километрах от неё, в соседнем районе. А узнал об Игнатии Тихоновича пару лет назад. Такой для меня шок был. Что узнал. Узнал, что-то нашёл. Елена, а как называется это место-то, Наталья? Это точно. А почему вы в Потеряевку не переедете? Сергей. Да не могу, но это есть обстоятельства, от меня мало зависящие. Елена. Просто я в Усть-Пристонском районе жила. Коробейниково. Это Усть-Пристонский район. Наталья. Вот и земляки нашлись. Ифтушенко Сергей. Да тут не мудрено. Всё-таки Игнатий Тихонович наш земляк. Вот заговорился я. Да и не досмотрел ролик Игнатия Тихоновича с Сергеем. Это не досмотрел. Пойду смотреть. Елена. Я досмотрела мудро. Смотрите. Наталья. Как благодаря Игнатию Тихоновичу собрались мы единым Духом Христовым. Поздравляю, Сергей, с мальчиками. Спаси Христос всех. Сергей. Спаси Христос, Наталья. Благодарю, Наталья. У меня сын родился 9 февраля 17-го года в 9.17 утра. А у вас? Повезло вам. Не надо платочки, юбочки, только рубашки, штаны. Пояс и кирзовые сапоги и бессонных ночей. Сергей. Слава Богу за всё. А одежды сейчас хватает. Богу угодно будет. Оденем и дочь. Наталья. Слава Иисусу Христу да благословит вас Господь и мужественную душу даст. Игнатий Тихонович метко так сказал, видя про этих жалких еретиков-то, нападающих на ослабевших овец божьих из этого общества, назвал их последователями Амалика. Это просто потрясающе. Они там когда отставали маленько, Амалик их стрелял и убивал. Наталья. Я слушала очень чётко и правильно. Ему поясной поклон. Он тоже слушала, понимала. Они от своих-то забот и отошли за это время. На вопрос Сергея я бы сказала, что эти люди не отвергли до конца своего «я» и не покаялись до конца. Если человек пережил истинное покаяние, то не будет внимать всем слухам, словам и обидам. Обида – это не христианское чувство-то. А они все обижаются и смотрят на грехи священников и так далее. А под своим носом ничего не видят. Быстро забывают свою греховную жизнь и гонятся за чужими беззакониями. Сказали бы, наплевать и забыть ради Иисуса Христа, который всё мне простил, и я прощаю. Да ещё мужчина называется как баба на одно слово. Уже обижаются и отходят от истинной церкви. Мало писанию и время уделяют. А на беседу с эритиками есть время у них. Сергей вообще умнички про Козлова парализованного. Истинный раб Христов. А вокруг него волки с острыми зубами собрались и не могут достать. Христос не допускает, на цепи держит. Сергей Птушенко. Боюсь, что это даже не обида. Ведь он лично на них-то не нападал. Если хорошо подумать, то сколько людей прямо ведут свою войну против священства и русской православной церкви-то. Но священники так на них не нападают в ответ. А на Игнатия Тихона ещё целые отделы, зубы точат. Моё мнение, что это лукавый, через нераскаянные грехи священников ведёт войну против Игнатия Тихоновича. Враг пытается его клеветать перед людьми о том, что и это не в церкви, так как Игнатий Тихонович ведёт и вёл обратившись именно в истинную церковь, и никогда от неё не отходил и всегда признавал её благодатность. Многие шли тем же путём, но заканчивали либо в расколе, либо в секте. Игнатий Тихонович держится истины, и это задевает врага. Игнатий Тихонович имеет силу от Господа словом наступить на голову врага и сломать её. Слом Божьим, словом, видно, хочет сказать. Не знаю, что. Видимо, так. Слом Божьим, словом Божьим. Две буквы пропустили. Это бесы воплоти человеческой ведут войну. Мультиков про войнушку-то насмотрелись и не видят, кто перед ними совсем ослепли. И глухие стали, совесть сожжённая. Сергей. Им говорит, что Игнатий Тихонович людей всегда в православную церковь отправлял-то, к священнику. И к себе не звал никого, а они в ответ – ниш, еретики же. Наталья. Как я вижу, Господь не даёт священникам покаяния, а они и сами себе не хотят помочь. Игил бы помог выбить из них покаяние перед народом. Игнатий Тушенко. Сергей. Боюсь, так и будет, но на всё воле Бога. Что он пошлёт, то мы должны принять. Главное – в истине выстоять во славу Божию. Наталья. Пророческие слова Серафима Саровского подтверждаются. Не пощажу. Всё, как написано в Библии, до точки, до йоты исполнится. Валентина Сартисон. Мир вам. Тут я смотрю, земляки определились. А я тоже родом из Золтайского края Ребрихинского района. Село вверх Бараблянка-то. Это недалеко от Потеряевки, когда-то в пятьдесят. В Германию, приехала из Новосибирска. Родственники все живут в Барнауле. Нынешним летом лечу в Россию в Барнаул. Билеты взяты на седьмое июля. Очень бы хотелось попасть в Потеряевку, где я была уже неоднократно. Но это, если живы будем, и Богу, если угодно. Наталья, да сохранит Господь и все устроит, как Ему угодно. Надо же, земляки, спаси Христос всех. Елена, желание есть поехать, но как Господь устроит. Неожиданно и землящество собралось, благодаря Игнатию Тихоновичу. То, что на занятия пришли, Сергей свел. А случайностей нет. Если мы доживем до лета, с такой обстановкой здесь, не знаю. Валентина Сартисон. Наталья, а ты уже билеты взяла? Как у тебя дела обстоят с этим, Наталья? Это точно. От моего дома тоже живет семья из Барнаула. У них восемь детей, наверное, баптисты или католики. Еще не знаю. Как бы отойти поговорить. Спросить, как они и как приехали. Знает ли Игнатий Тихонович? Сейчас тепло. Но если я увижу на улице, то обязательно подойду и спрошу. Сколько нового узнаем. Приеду тоже. В какой день, пока не знаю. Муж с сюрпризами. Ему отпуск дают в конце июля. Досмотрим. Но я чемодан приготовила и сапоги резиновые купила. Думаю, все будет хорошо, если Господу угодно. Ирина. Приветствую вас, брат Игнатий. Меня зовут Ирина. Хотелось бы узнать, возможно ли доставка книг за границу США или Канаду-то. Если это возможно, то за пересылку оплачу. Очень хочется приобрести толкование Ветхого Завета нового. Смотрела ваше видео. Очень понравилось. Благостаю вас Бог в вашем труде. Всего самого лучшего. Юлия Долбнева. Игнатий Тихонович, мир вам. Слушаю ваш разговор с Сергеем Козловым. Еще раз хочу сказать вам, что Господь многое открыл через вас. Слава Ему. Я вас люблю. Это правда. Не хочу, чтобы вы записывали меня во враги. Я много в своей жизни сделала ошибок. Много врала самой себе и близким. Думала, что Бог не видит моих мыслей. А потом увидела закон Сева и Жатвы. И до меня дошло, что даже маленькая ложь может стать причиной будущих больших трагедий. Прям как Алиса в Зазеркале-то. Это житие Василия Новая. Там была Феодора Цареградская. Она также. Ее соблазнил какой-то сосед-мужик. Думаю, в сарае будем. И там темно, Бог не увидит. И она поверила. Но Господь начал меня обречать, выводить в свет мои грехи, чтобы я покаялась. И что Он простил за жертву Сына. Благодаря вам я глубоко вникла в каноны, выписывала их. Но также благодаря вам увидела, сколько лжи и несоответствия в православной жизни. Причащает всех подряд. Гоняется за мощами и чудотворениями. Ругается. Нарушает свои же каноны. Рукополагается мальчишками. Бросают семьи. А священники православные не фокусируются в спасении на Иисусе и так далее. Тогда я не пойму. Если Господь ждет от нас святой жизни, но эти священники ее не являют, а развращают своей «добротой» пасту, прищищая изменников, то вспомните, с такими не есть вместе. То есть и не прищищайся в том числе, но не прищищайся с такими-то. Есть же хорошие. Она правильно понимает здесь, Юлия Мирошниченко. Я могу спокойно пойти на исповедь к нашему православному священнику, но с верой, что не он грехи отпускает, а Бог. А священник здесь, как душепопечитель, может и свидетель. Священник так и говорит. Все делает Господь, а я только свидетель. Так что знай, ты правильно рассудила. Знаете, я очень так же люблю Анна Златоуса. Это самый близкий мне и святой человеческой православной братья и брат. Но мне стал близок и Джон Буньян. Ну, наверное, Буньян. Да, вы правы, что сейчас столько помоек. Честно, надоело гавкание людей. Политики гавкаются, христиане гавкаются, в семье гавкаются. Я ищу отношения с моим Господом Иисусом Христом. И пока я не решу этот вопрос священственного характера, то об остальных и не может речи быть. Я буду рада с вами скайпить, поговорить, если Бог разрешит. Но я не хочу поднимать отныне догматических вопросов. Но только как найти живых отношений с Богом и научиться любить людей? Бог вас любит и пусть благословит. Игнатий Лапкин. Дорогая Юлия, мир небесный да возвысит вас в Духе Святом. Дорогая моя сестра, вы же знаете, сколько у меня уходит на себя и на сон. Теперь ты мне еще дороже. Ночью и днем семикратно возношу о тебе вопль мои слезы. Впереди целая вечность, сестра моя. Все же выбери возможность приехать сюда с 10 июня по 10 октября. Лучше всего с июня, пока тепло. Ты уедешь, другая. Свободная от всего, что противно Иисусу Христу. У нас в общине была Елена Козлова. И с ее слов муж ее был ей неверен. Будто бы. Но когда он приезжал в наш детский лагерь Станг к своей дочке Лизе, то это был примерный человек. Он ни разу не нарушил наш устав. Родные мигом ее подсунули по чужого мужика. Пропала вся семья. И самое ценное потеряно навсегда. Да, спасение мужа от нее зависело. Первая Петра 3.1. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиям жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Я этой, Козловой-то, не раз говорил. Первая Коринфия 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Первая Коринфия 14.3.4. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. 7.16. Первая Коринфия. Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 1 Петра 4.17. Ибо время начать со суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. 1 Тимофея 2.11. А учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 1 Коринфянам. Фессалоникийцам. 1.8. В пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Колоссинам. 3.18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как приличным Господи. Эфессианам. 5.22.24. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Эфессианам. 5.33. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. А жена да боится своего мужа. Бытие 3.16. Женец сказал, умножай, умножай скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Иаков 5.19. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Притча 18.20. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города. И ссоры, подобно запорам замка. Римлянам 7.2. Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу. А если умрет муж, он освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муж выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Титут 2.3.6. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы уразумляли молодых любить мужей, любить детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Для тебя, сестра, вход ко мне открыт на каждый день по графику. Римлянам 14.12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Валентина Сартисон. Ну, ничего страшного. Даже если и в конце июля приедешь, она говорит Наталье Усатой, крестились мы в сентябре, крестились в Потеряевке, в озере. Слава Христу, Аллилуйя! Наталья Усатая. Дай Господи! Муж и сам ахнул. Пришел со школы и сказали, всем каникулы, и курс заканчивается в конце июля. И никак невозможно отпроститься, он ведь останется вместо мамы, если терпения хватит. Юлия. Что бы ни было в моей жизни, я поняла, что не имею права осуждать вас. Каким бы вы ни были, есть враг духовный, который все мутит, и о царство со стрелами греха. Я бы желал вам больше говорить о живом Боге, поменьше о людях, а мужу ничего не скажу. Много было боли и слез, а отдала этот вопрос Иисусу, устала обвинять людей. Я просто хочу найти живых отношений с Иисусом. Я не могу сфокусироваться на моем любимом, если буду молиться тому или иному. Время очень мало нам осталось. Совсем немножко. Спасибо, Христос. Насчет икон, они стоят на своем месте, но не им я молюсь, и не перед ними. Я ищу Бога Живого, везде и слева, и справа, и внутри, и так далее. Много говорю. Живой Бог. Да, это так. Я устал от мертвичины. Я отказываюсь участвовать в войне. Все против всех. Валентина Стартисон. Да, тут отпрашиваться бесполезно, даже на час. Нужны очень-очень веские причины. С посещаемостью очень строго. Не забалуешь. Наталья. Будем ждать ролик о выставке. Ой, отец Игнатий, не могу до слез. Я сама такое в Германии пережила, перевоплощение даже, и не знаю, как объяснить это состояние, как роды. Но в духовном понимании это. В такой момент на все наплевать, только бы душу свою спасти, а не о ком-то другом. Не можешь думать, когда понимаешь и видишь себя на самом деле, кто есть ничто, дерьмо одно. Много раз спрашиваю себя, разве это я? И я такое сделала? Понимаю святых отцов, когда они желали уединения с Господом, тишины, чтобы никто не мешал. Четвертый раз смотрю, так как я в Латвии, в Венспл, где я обратился, на том месте, молюсь, плачу. Плачу я и радуюсь вместе с вами, мой любимый отец Игнатий. Я отвечаю. Вчера, в 14 апреля 2018 года, в Барнауле была фотосессия, выставка фотохудожника Волобоева Александра Павловича. Он ведет съемку, потеряю, и уже 28 лет. На той неделе будет и ролик. Все засняли. И мы поехали в тот центр. Мне пришлось сказать слово. В конце выступления разъяснение, что каждая из 50 фотографий означает-то. Слушатели осталось, как в фильме «Искупление», когда уверовавший в Христа раввин Иуда благовестовал о Христе. Никого рядом-то. Один. Все двинулись приносить агнцев в жертву. Фильм для евреев очень полезный. «Искупление». А вам, где было мое обращение, где было, ко Христу, и любовь к нему, всем сердцем, живая связь. Вот 52 года в пути. Латвия, Венсплс, 28 июня 2014 года. Юлия, наш враг – это наш характер, не обновленный, и духовное зло, а люди меняются. Сегодня работает на царство тьмы, завтра на царство света, а спасение в Иисусе. А как насчет фильма, где историю Сергея Козлова хотели снять, так и не вышел? Игнатий Лапкин, «Я не спрашиваю его о том, как-то мне неудобно. Вам будет приличнее спросить, а ему приятно будет ответить вам». Юлия Долбнева, «Ему больно писать вроде». Игнатий Лапкин, «Вот так и о тебе я тоскую смертно. Напиши, он очень заботится о тебе». Юлия Долбнева, «Игнатий Тихонович, не тоскуйте, если мы с вами будем стяжать духа Христова, единого, то кого бояться?» «А те духовные злые твари сколько раз хотели меня убить, испугать, вы даже не представляете, а может и представляете, что в духовном мире это творится, но это моя борьба. Эти твари настраивают всех против всех, ненавидят чистых мыслей, много чего. Ну ладно, с миром пойду, а то ночь. Будем искать живого Бога. Да, это мой путь искания, как я могу быть неблагодарным за любовь, проявленную ко мне. Да, не будет. И вообще для всех. Тут, как надо сначала написать внизу мне в скайпе, смогу ли я принять, и приходится сейчас-то мне отключаться на работу, и принять могу от 4 до 4 вечера по Москве. У нас все записывается, вставляется в интернет, поэтому никаких тайных, ничего лишнего. У вас и у меня обязательно должен быть глазок, веб-камера. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся, боятся, то просим таких нас не беспокоить, не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место, из чего хотели бы. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы, раздаются звуки в виде квакания и отвлекают от работы. Ну вот так. На этом сегодня у нас конец, и слава Богу.